Добрый вечер! Итак, свежие новости из-за периметра. Левченко и Блеменгранц на этот раз, похоже, не хайпуют. Они действительно расстаются. Развод назначен на 15 марта. Валера будет жить в Москве, там у него все близкие друзья. В Питере ему плохо, он там никого не знает, ни с кем не общается. Он уже скучает по Давиду, будет приезжать и навещать его периодически. Все мосты, говорится, с жены, примирение невозможно. Вот Аня Левченко радуется свободе. У нее много съемок, она наконец-то перекрасилась. В темном цвете ей действительно лучше. Аня планирует с размахом отметить день рождения сына. Алене Савкиной можно посочувствовать. Ей рожать уже через две недели, а она потеряла работу. Полуторамиллионный аккаунт был заблокирован. В новый же микроблок ей удалось заманить только 190 тысяч человек. Ну и самая главная беда, что отменяются роды по Бартеру. Придется рассчитываться с роддомом наличными средствами. Также Савкина жалуется на хейтеров, которые творят дичь. Они сжигают фото живота Алены, публикуют снимки ее сына на сайте для взрослых, желают кончины ей и ее матери. Действительно какой-то кошмар. А вот бывший Аленкин парень Максим Колесников получил роль в сериале. Это его десятая работа в кино. Не могу сказать, что за проект, что снимаем. Это сериал, одна из главных ролей. Не думайте, что легко быть актером. Скоро вы сами все увидите. Максим балует жену Настю Стецевят. Муж принес зарплату и отдал мне на подарок, чтобы я себе что-нибудь купила. Моя ты зайка. Помнится, и гонорар Максима за съемки в программе «Пусть говорят» тоже был потрачен на доброе дело, на увеличение Настиного бюста. Дима Васильев увлекся новой девушкой и бросил Вику Бахареву. Об этом поведала довольная Яна Захарова. «Недолго, — говорит, — песенка играла, — не такая уж ты и классная, раз мужик сбегает в очередной раз. Яну можно понять, ей так нравился Димка, но мужчина предпочел уйти с проекта, лишь бы не связываться с Яной». Жена Андрея Черкасова получила награду в номинации «Мама-блогер» на одной из международных премий. «Моя первая корона, — радуется Кристина. Быть мамой, женой, бизнесвумен, и при этом отлично выглядеть, задача не из простых». Оля Рапунцель постоянно внушает своим подписчикам, что у нее идеальная семья, что между ней и Димой неземная любовь. И вот Дима в одно мгновение перечеркнула все ее многолетние уверения. Опубликованы скрины переписки Димы с какой-то девушкой. Дима просит у нее фото в купальнике, предлагает пересечься на прогулке, рассказывает о своем намерении улететь к сестре на месяц без жены. Мало кто верит в правдивость этой переписки, вряд ли Оля отпустит Диму куда-нибудь надолго одного, но вот, судя по картинкам, Дима вещает с аккаунта с синей галочкой, что является гарантией его подлинности. Отец Иосифа Аганесяна провел интересный прямой эфир. Говорит, что внук Стефан развивается нормально для своего возраста, для полутора лет. Когда я кидаю мяч, говорит, то он его сразу приносит. Иосиф вон только в три года стал говорить, петь и плясать. Потом к мужу присоединилась и Репсима Аганесовна. Она считает нормальным, когда ребенка воспитывают бабушки и дедушки. Семерых, говорит, воспитали, и этого воспитаем. Родители тоже занимаются ребенком обычно вечером, с 10 часов и до 7-8 утра. Этого, говорит, достаточно. На этом все. Подписывайтесь, будем сплетничать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова